Старая Москва Старая Москва Я читал проектные предложения с характеристиками этого дома. Вот в них было почему-то написано, что расцениваются экспертами эти как три разных, как будто не относящиеся друг к другу здания, как будто это три самостоятельных объема, их судьбу можно решать по отдельности. Пока решалась судьба особняка, в нем поселились бомжи. Пару раз дом горел, но все равно сохранял остатки былы роскоши. Лепные украшения на фасадах. Они сегодня пошли под ковш. Нетронутой осталась только центральная часть фасада. По мнению строителей, и этого более чем достаточно. Дом не будет смесен. То есть по плану это получается, что именно не точная застройка, а реконструкция, реставрация. То есть будет пристроено с той стороны три этажа, по малой грузинской семь этаж. Прораб настройки запутался в понятиях реставрация, реконструкция, снос. Нужные слова он подыскивал в ту самую минуту, когда активисты москвоведы объявляли о создании нового движения Архнадзор. Несколько общественных организаций объединились и обещают теперь вместе бороться за сохранение культурного наследия и против таких вот манипуляций с объектом охраны. Законодательство написано так, что памятники Москвы и новое архитектурное творчество в принципе могли бы не встречаться. На памятниках разрешены только те виды работ, которые связаны с его реставрацией, приспособлением. И приспособлением в законе называется не то, что нужно сделать для арендатора или собственника, чтобы ему там было хорошо, а то, что нужно сделать для самого памятника, чтобы ему было хорошо. Здание поставлено на охрану, потом вдруг втихаря, как бы без ведома тех, кто его заявлял на это дело, просто вычеркивать с нескольку пунктиков, остается все, да, вот нечто нарисованное в воздухе, объем. Формально-то оно продолжает быть памятником, но его уже как бы и нет. Архнадзор претендует на статус городских дозорных. Собираются следить за судьбой памятников, выступать с законодательными инициативами, но главное – будоражить общественность. Первой публичной акцией станет воскресный пикет против реконструкции усадьбы Шаховских на Большой Никитской, где для театра «Геликон-опера» перекрывают и перестраивают внутренний двор. Полина Ермолаева, Олег Мурашов и Александр Пупков. Вести. Москва.